Валерия Гайворонская У меня вопрос, должен ли художник уметь писать всё? Некоторые говорят, нарисуй это или то, а я не умею и даже не хочу. Лично я в основном пишу портреты, натюрморты и городской пейзаж. А, например, бытовые сценки или пейзаж, в скобках лес или поле, я не люблю писать. Получается, что я совсем, что я не совсем художник, Валерия. Вы художник, безусловно. Ну что ж, если, я не знаю, Джалли Дин Руми, например, писал стишки, но не хотел писать прозу или басни, что же он теперь, не поэт, что ли? Или я, например, люблю готовить кашу, но не люблю готовить суп? Что ж я теперь не повар? Повар, но мне кажется, что художник – это очень широкое понятие. Джибран, я не знаю, Халиль Джибран, величайший суфийский поэт. Что же он теперь и не поэт, если он написал, пророк, и не писал больше там никаких всяких романов. Вот уж художник, так художник. Мне кажется, художник – это в широком смысле, каким бы он делом ни занимался, литература, театр, любое творчество, это тот, кто любит жизнь, и тот, кто что-то умеет делать, показать другому, что жизнь – это любовь. Любыми путями. Нарисуете ли вы портретик? Портрет – это же не просто портрет, сидит там человек. Это же душа через взгляд. Я не знаю, посмотрите там, девушка с жемчужной серёжкой. Ну, любое какое-то великое произведение. Это же взгляд из вечности в вечность. Как будто бы что-то очень… Говорят, что глаза – это самый тонкий канал, который прямо напрямую соединяет тебя с… но тем нечто большим, огромным. Именно поэтому, поскольку это такой тонкий, тончайший по качеству канал связи между тобой и Всевышним, именно поэтому мы не можем долго смотреть там незнакомому человеку в глаза. это считается неприличным, если там больше секунды ты задержался на ком-то в метро. Это уже нарушение как будто твоей свободы. Ну, там, свобода человека, на которого я посмотрел дольше минуты. Так вот, вы написали портрет. Вы в этот момент человек изображённый, он замирает, он кристаллизуется в холсте, он становится неким явлением, но эта работа со своей жизнью и замораживается чудесным образом состояние человека, которого вы пишете. Даже если он не смотрит в камеру на зрителя, ну, в портрете он смотрит куда-то, всё равно он смотрит, или даже если он закрыл глаза, есть нечто, даже если человек с закрытыми глазами, мы можем почувствовать, ну, его, там говорят, поле условно, мы можем почувствовать, ну, его состояние на самом деле. Вот мы можем, сонастроившись, если он в более каком-то тонком состоянии находится, то мы можем, сонастроившись, тоже утончиться. То есть получается, что писание портрета – это как инструмент прикосновения к настоящему, к чему-то большему, чем я просто, как кости и мяско. Написали вы, натюрморт вы любите ещё писать, или городской пейзаж. Вы пишете в любом случае. Это ваша душа в том свете, который изображён на холсте, через предметы, вы обнажаетесь перед зрителем, вы показываете, что между мной и тобой, между автором и зрителем нет границы, нет никакой разницы, что мы все состоим из любви. Получается, что живопись – это универсальный инструмент, да не только живопись, а любое творчество, музыка и так далее, слово на бумаге или в книжке. Это универсальный инструмент связи между автором и тем, кто это смотрит или читает, или слушает. И от качества того, что художник в большом смысле произвёл, зависит некая эволюция вообще всего мира. Ну, ты просто участвуешь тем, что делаешь в эволюции. Ну, это такие большие слова. На самом деле, вы художник, Валерия, только лишь потому, что вы просто создаёте новый мир. Вот в своём произведении это некое, это что-то абсолютно, его же не было, абсолютно новое. Это новое звучание, новая музыка, новое слово, новая жизнь в красках. Это абсолютно самостоятельная жизнь, отражённая там в холсте. Это не отображение там реальности, это новая реальность.